В иврике есть два разных слова для понятия язык. Есть слово лошон и есть слово сафа. Некоторые переводы пытаются встать на голову и сказать были разные языки, но было одно наречие. Но это понять невозможно по-русски, естественно. Есть два разных понятия язык лошон и сафа. В русском переводе, когда и то, и другое переводят язык, понять нельзя вообще ничего. Просто потому, что язык и язык. И понять, что это разные слова, просто откуда, если не написать комментарий. Теперь, чем они, эти слова, отличаются? Значит, мы все понимаем, что слово язык происходит в том, что во рту есть язык. То есть, есть часть тела, которая переносится на то, что есть язык во рту, физический язык, и отсюда то, что произносится, тоже называется язык. Правильно? По-русски. А на иврике точно так же. Слово лошон означает язык во рту и также язык, на котором говорят. А еще и слово сафа, которое означает не язык, а губы. И тоже от него слово язык. То есть, одно это язык от языка, а другой язык от губ. Понятно? Лошон и сафа. По той же самой модели. Только от двух разных частей тела. От языка во рту и от губ. Теперь, чем же они отличаются? Отличаются они тем же, чем отличает язык от губ. Язык внутри, а губы снаружи. То есть, есть язык внутренний и есть язык внешний. По-русски просто нет такого термина язык внутренний и язык внешний. Теперь, ну да, но это можно, но от этого смысла не возникнет. Потому что термин мы можем придумать, но он не будет ни с чем ассоциироваться. Теперь, если вы знаете, что в кибернетике есть два... Кибернетика различает две роли языка. Язык используется для коммуникаций, и язык используется для моделирования мира. Понятно, такая разница? Когда мы разговариваем, то мы разговариваем, используя конструкты. То есть, понятия, которых в мире физически нету. Мы их создали посредством языка. Понимаете, да? Наше общение состоит на 90% из конструктов. Понимаете, да? Конструкт – это то, что мы... То есть, зачем нам нужен язык? Нам нужен язык не только для коммуникаций, а для того, чтобы мы могли описать окружающий мир, создать то, что называется нарратив. Вы знаете такое слово «нарратив»? Что такое нарратив? Это значит, есть мир, а есть, как я описываю мир. Вот мое описание мира – это и есть нарратив. И я живу не в мире, а в нарративе. Что? Не-не-не-не. Мировоззрение – это дальше, что я думаю, что хорошо, а что плохо. А мировосприятие. То есть, как я описываю мир, что вообще в мире есть, какие в нем есть объекты, как он устроен, как была его история, как он формируется, как вещи взаимосвязаны. Я как-то описываю мир. Это мое описание мира – это еще до мировоззрения. Ну, это стандартное понятие кибернетики. То есть, это называется моделирующая функция языка. Язык прежде всего моделирует мир. А уже потом на этой модели мы выбираем поведение, объявляем, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Но пока нет модели, невозможно никак сказать, хорошо или плохо, потому что нет объектов. То есть, самое первое, что мы делаем – мы описываем окружающий мир. И вот это описание окружающего мира, которое и называется нарратив, это самая базовая вещь, в которой живет каждый народ. Потому что она задается тем языком, на котором этот народ говорит. Сам язык, как мы видим мир, как мы его описываем, а это заложено в языке. В языке заложено некоторое восприятие мира. Вот это восприятие мира, которое заложено в языке, оно является базовым восприятием для народа, говорящего на этом языке. Именно поэтому люди, говорящие на одном языке, лучше понимают другого и могут составить народ, в смысле вместе, совместно действовать для общего блага, потому что у них общая картина мира. Ну, а давайте я вам дам такой совсем простейший пример, совсем простейший. Скажите мне, пожалуйста, сколько цветов в радуге? О, еще раз. Сколько же цветов в радуге? Ответ очень простой. Сколько у нас есть слов для их наименования? Понимаете, да? Потому что там-то на самом деле нет цветов отдельных, там есть непрерывный спектр. Слова нашего языка, они квантуют этот спектр. Они его делят на части, и мы после этого видим те цвета, которые у нас в голове. Когда мы видим мир так, как мир описывается тем языком, на котором мы говорим. Понимаете, да? Вот это называется моделирующая функция языка. Понимаете, да? Понятно теперь? Она фундаментально связана с мозгом, конечно. Ну, хорошо, но я же не виноват, называется. Я же не против. Я просто говорю, для этого я пишу. А в иврите эта разница есть, потому что есть эти два слова. Поэтому человек, читающий на иврите, с самого начала знает, что есть такая функция языка, есть такая функция языка. Потому что это называется двумя разными словами. А где какой функция? Лошон это внутренний. Сейчас объясню, да-да-да. Так, понятно это, да? Теперь. Поэтому вот эта идея, до которой кибернетика доходит, в общем, не очень давно, в 20 веке, о том, что мир зависит от того, как вы его описываете, в смысле языка, это в иврите заложено тем, что есть два разных термина. То есть, невозможно спутать, да, это абсолютно разные слова. Вот. То есть, язык моделирующий, язык коммуникационный – это разные вещи. Понимаете, да? Сначала надо описать картину, а потом вы можете коммуницировать в рамках этой картины, в рамках нарадива. Понятно?